Внимание! Все материалы использованы в критических и информационных целях. Любая попытка заблокировать ролик будет иметь серьезные юридические последствия. Все сказанное видео я могу повторить еще раз в прямом эфире. У вас есть два предупреждения о нарушении авторских прав. Если вы получите еще одно, ваш аккаунт будет заблокирован. Всем привет! Большое спасибо за поддержку тем, кто ее уже высказал. Как многие из вас уже знают, за меня серьезно взялось белорусское телевидение. Они решили заблокировать этот ютуб-канал. Вы что, вы с ума подсходили там? Кратко и по порядку. Началось все это еще в сентябре. Некий Дмитрий Яковлевич Партон с телеканала СТВ предъявил мне за незаконное использование товарного знака телеканала. То есть по их идее я должен был позвонить в СТВ и спросить, Алло, здравствуйте, у вас такой красивый логотип, можно ли мне его использовать в своих видео, а точнее не замазывать? И пришлите, пожалуйста, письменное подтверждение на адрес Республика Польша. Окей, ютуб покрутил дядя Партону у виска. Ты что, дурак? А я в своих роликах на всякий случай замазал СТВшное лого. Но ровно через месяц точно такая же претензия прилетает от БТ. Совпадение? Не думаю. Целый председатель белотелерадиокомпании. А по совместительству муж пресс-секретарша Лукашенко Иван Михайлович Эйсмант пытался убедить ютуб в том, что я неправомерно использовал вот этот вот логотип. Сегодня моя жизнь на 99% это работа. Однако и здесь потуги большой и неуклюжей махины госпропаганды выглядели так же ущербно, как и она сама. Ютуб уже не крутил у виска, а тупо ржал с этих владельцев торговых знаков. Тогда БТ рассердилась. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Внезапно позабылись торговые знаки и одна за одной посыпались жалобы за нарушение авторских прав. Якобы я незаконно использовал телевизионный контент. То есть ребята просто долгое время не могли определиться, за что банить. За товарный знак или за контент. Но банить надо было. Без предупреждения и предварительной попытки связаться со мной, как это рекомендует ютуб. Ну мы же видим, что идет по самому, наверное, война, да, в электронных СМИ. Известно, что на видео жаловалась некая Анна Титова со странной должностью специалист. Она указала более пяти роликов, в которых я использовал материалы государственного телевидения и фактически склоняла администрацию ютуб к удалению моего канала за неоднократное нарушение авторских прав. Однако делалось это обманным путем, через введение в заблуждение специалистов сервиса. Якобы я просто скачал их видео и загрузил к себе на канал. Что, конечно же, является наглой ложью, потому как количество их контента в моих роликах не превышало и 20% и полностью соответствовало принципам добросовестного использования. То есть это не просто взял, скачал и загрузил заново. Это поиск бэкграунда, написание многостраничных текстов, длительный монтаж, бессонная ночь. И параллельно с этим мне еще нужно совмещать учебу в университете и работу за 300 километров отсюда на Белсате. Многие спрашивают, зачем я вообще использовал контент государственного телевидения. Многие не знают, но государственные СМИ у нас обладают монополией на видео с участием президента. То есть, чтобы показать точку зрения этого так называемого президента, нужно использовать их видео. Других материалов просто взять неоткуда. К тому же, статья 32 закона об авторском праве и смежных правах разрешает цитировать материалы в критических или информационных целях. Воровать неплохо. Несмотря на то, что Ютуб фактически признал мою правоту, два видео все же были удалены. А мне прилетели так называемые страйки. Еще одно такое предупреждение означало бы закрытие канала. Параллельно с этим права на якобы свои видео заявил и третий гостелеканал, ОНТ, через свою партнерскую сеть Медиакуб. К слову, с ней же сотрудничает и СТВ. Они заблокировали для просмотра во всех странах два самых популярных ролика, ну и новостей. Все мои возражения были отклонены. Сейчас все видео на канале временно скрыты. Безусловно, я буду обжаловать неправомерные действия пропагандистов, однако это займет некоторое время. Самое простое, что мы можем сделать в этой ситуации все вместе, это попросить Анну Титову отозвать свои жалобы. Ссылку на ее страницу ВКонтакте я оставлю в описании. На фотографии профиля у дамы крадена из интернета фотография, а сама она состоит в группе «Получилища». Главным в жизни считает совершенствование мира. Именно совершенствованием мирой занимается Белтеля радиокомпания вот уже почти 25 лет, распевая дифирамбы своему предводителю. Время благородного стремления изменить мир к лучшему. Правда, мир у них какой-то свой, параллельный. А на его создание и поддержание живущая за деньги налогоплательщиков компания в следующем году получит из госбюджета рекордные 48 миллионов долларов. Если пересчитать в картошке, то получится по два мешка на каждую белорусскую семью. На что же идут эти деньги? Вам бы хотелось, чтобы телевидение информировало, развлекало, просвещало. Классическое общественное телевидение, которым является Белтеля радиокомпания, занимается и теми другими третьими, но еще я бы добавил, зарабатывает деньги. Информирование – да, просвещение – обязательно да. То, чего не хватает в последнее время, мне кажется, телевидению. Вот только методы просвещения белорусского телевидения уже не раз становились мемами. Чего только стоит освещение операции «Дохлая крыса» накануне выборов 2006-го. Чтобы отравить население, надо было словить крысу или мышь, убить ее и кинуть в ведро с водой. В течение двух недель она там лежит, разлагается, вода получается отравлена. И влить ее в систему водоснабжения. С крысами у белорусского телевидения отдельные счеты. Недавно в США отмечены факты, когда дети на ужин едят крыс. Да-да, вы не ослышались. У этой Клинтон из Госдепа детишки в стране крыс уже едят. Она воюет в пяти воинах, извините, своей армии и учит нас правам человека вместе со своим президентом. Вы же сами видите, на каком низком уровне в этих западных странах живут сегодня простые люди. Но больше всего пропагандисты любят вооруженных боевиков, особенно накануне выборов или больших протестов. Вот, к примеру, канонический фильм «Железом по стеклу», в котором тогдашний председатель Белтеля радиокомпании Геннадий Давыдько рассказывает об уникальном для Беларуси гараже. Забегая вперед, отмечу, что за столь серьезное преступление никто так и не был наказан. Содержимое гаража оказалось более чем интересным. Здесь нашли гранатометы Муха, автоматы Калашникова, пистолеты, боеприпасы к ним, тротиловые шашки. Цепочка, быстро раскрученная оперработниками, показала, весь этот смертельный арсенал предназначался захватчиком Дома правительства. И это не смешно? Так, государственное телевидение пыталось оправдать жестокий разгон мирной акции протеста в 2010-м. Хоть на всех кадрах люди во время митинга были безоружными, на следующее утро пропагандисты внезапно нашли на площади палки, арматуру, ледорубы, ножи и даже пиво, Карл. Альтернатива от оппозиции – это насилие, погромы и кровь. Я, поверьте, говорю, это не на уровне пропаганды, не на языке пропаганды, а на языке повседневной жизни в Республике Беларусь. Любит белорусское телевидение и чужие телефонные разговоры. Вот вам сказочная история про подростков-шахидов из того же фильма про площадь. Но с годами методы госпропаганды так и не поменялись. Накануне прошлогоднего протеста белорусам также рассказывали про вооруженных боевиков, готовящих провокации, и про джип с боеприпасами, прорывавшиеся через госграницу. Непрошенные гости с оружием прут со всех сторон. Пункт пропуска Александровка, джип на большой скорости, сбивает шлагбаум и пытается скрыться на территории Беларуси. Погоня, стрельба и стабильного оружия нарушителей удается задержать. А в машине находят целый арсенал. Украинская погранслужба тогда удивилась, ведь никакой джип с их стороны границу не пересекал, что подтверждают даже данные с камер видеонаблюдения. И по сей день неизвестно, где задержанные, кто они, пойман ли третий и расследуется ли уголовное дело. Точно так же, как и дело так называемого Белого Легиона, в котором фигурировало 35 человек. Их обвиняли в создании вооруженных формирований и подготовке массовых беспорядков. Но уже через несколько месяцев дело просто закрыли. А вот так эти сюжеты снимаются. К слову, этот шедевр от БТ собрал на ютубе рекордное количество дизлайков. Но вскоре ролик заблокировали за нарушение авторских прав. В своем фильме пропагандисты без разрешения использовали не только чужие видео, но и авторскую музыку. Так что и на государственном телевидении можно найти что-то хорошее, если его хорошенько обескать. В своих материалах БТ неоднократно использовала чужие видео, в том числе Радио Свобода и Белсата. В принципе, это нормальная мировая практика, за это выступаю и я в том числе. Но только у БТ после всего этого могло хватить наглости подать на Белсат жалобу за то, что тот использовал часть видео государственного телевидения в качестве цитаты. Первый страйк от Белтеля Радио Компании мы отрымали за видео с параду Дня Незалежности. Белсат постановил с этого момента больше не выкористовывать видео державных медиа. Больше за это мы спробовали несколько разов развязать конфликт с БТ. Но вместо отказа нам празд месяц прилетел другой страйк. За старые видео. Заявилась погроза ликвидации ютуб-канала Белсат Ньюс. Мы были вымышлены проглядеть все 6000 видео на нашем канале и выдалить все файлы, где Ким Кольвик Чином выкористанные кадры державного телебачения. Какие-то странные двойные стандарты. Им можно брать чужое, а нам нет. Многие белорусы помнят громкий судебный процесс, который инициировал Антон Матолько за то, что БТ без разрешения использовала в эфире его фото. Он хотел отсудить у компании символическую копейку, однако суд не признал фотографии творчеством, потому что северное сияние – это, цитата, «природное явление». А телефонные разговоры белорусов – это социальное явление, судя по логике БТ, ведь в своих эфирах они постоянно используют незаконную прослушку. Алло. Алло, привет, ты звонила и не слышала. Как пишут подписчики, брехливое телевидение неоднократно использовало их материалы без разрешения, изменяя при этом контекст и не указывая авторства. А любая попытка защитить свои права закончилась бы точно так же, как суд Антона Матолько, потому что система своих не бросает. Но вы можете пожаловаться на их видео точно так же, как они на мои, если они использовали ваш материал. Беларусь – это не если за тобой придут, а когда. Продолжается давление на независимых блогеров. Вестника войны с помощью угроз и шантажа вынудили удалить канал. Артему Шапорову из общества Гомель угрожают расправой. В Коля Масловском уничтожили бизнес. На Сергея Петрухина заводят уголовные дела. Заблокирован крупнейший оппозиционный ресурс «Хартия-97». Журналисты Белсата только за этот год получили уже более 40 тысяч долларов штрафов за работу без аккредитации, которую им не дают. Готовится вступить в силу новый закон о СМИ, который запретит анонимные комментарии в интернете и позволит чиновникам блокировать любую страницу без предупреждения. А все почему? Потому что Беларусь, как известно, самая привлекательная страна. Привлечь тут могут ни за что и каждого. С обыском приходили и ко мне через день после того, как я уехал в Польшу. И хоть дело было очень серьезное, оскорбление президента, вот уже девятый месяц нет никаких новостей. Никто не вернул конфискованный ноутбук и видеокамеру. Хотя сроки до следственной проверки уже давно прошли. На обращения, которые я им периодически пишу, отвечают формально. А все потому, что властям жизненно важно иметь монополию в СМИ. Несмотря на то, что в век интернета и современных технологий это полностью лишено смысла. Дальше работать по-старому нельзя. Надо творить. А работать по-новому значит нарушать закон. Ведь несмотря на то, что статья 33 Конституции запрещает цензуру и монополизацию средств массовой информации государством, в августе своим указом Лукашенко обязал ГосСМИ писать статьи по заказу госорганов в государственных и общественных интересах. Но при этом... А барановичский райисполком вообще официально платит за то, чтобы о районе чаще говорили по телевизору. Правду говорили, наверное. Но это не точно. Я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это. Вот они мне поверили. И в этом вся трагедия. Но лучше все же, чтобы никто не мешал рассказывать про зараженных крыс в водопроводах, подростках-шахидах, джипах с оружием, которые едут к нам через границу. Но вот незадача. Появились блогеры. Они мешают. Они рассказывают про реальный уровень жизни, про беспредел чиновников, про зарплаты, про беспредел милиции. В неравных условиях находимся с интернетом, где какой-нибудь парень, обладатель своего блога, может такой заголовок влепить с фотографией, да? И ему из-за этого никогда ничего не будет, потому что сфера еще абсолютно не отрегулирована. И соберет десятки тысяч просмотров, перепостов. И мы себе такого не можем, конечно, позволить. А, кстати, я вот смотрю на вас. Вы часом не лошок? Итак, БТ. Да-да, вы, у которых 70% контента – это зарубежные сериалы, а 30% – байки Солнцеликова, информация про пассивную и уборочную. На счету каждый день и каждое зернышко. Вы, те, кто получает 46-48 миллионов долларов в год, при этом имея на Ютубе по 100-200 просмотров. Если вам кто-то говорит, что БТ, допустим, смотрит 15-20 человек, не верьте. БТ смотрит 100% белорусов. Вот нам позволяют проводить выборы без потерь. Вы никогда не задумывались, почему мои комментарии под вашими видео собирают больше лайков, чем ваше видео? Вы играете нечестно на чужом поле. Этот канал создан без миллионных вложений, без помощи, без раскрутки, по сути, с нуля. И при этом я не отстаиваю чьи-либо интересы. У вас в тысячу раз больше возможностей. Так отвечайте же чем-то таким же острым и актуальным, а не блокировкой во имя вторичных, безвкусных и унылых шоу типа «Макаемка 9». Хотя у вас же другая задача. Сделайте все, чтобы было приятно смотреть телевизор. Чтобы белорусский зритель заново новым глазом. Мне приятно было. Вот если мне будет приятно смотреть своей такой, знаете, придирчивостью и как я отношусь к вам придирчиво, мне будет хорошо и приятно, поверьте, все зрители будут довольны. Но лучше остановитесь и задумайтесь, почему вас с вашим бюджетом смотрит только Лукашенко и те, у кого нет интернета. Интернет интернетом? Интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Да понятно, понятно. Понятно? Все знают российские ток-шоу, украинские. А назовите хоть один ваш продукт, который я мог бы показать иностранцу, и он бы сказал «О, это да, это круто». Вместо этого вы делаете из людей стадо, чтобы они просто молчали, мычали и жрали, что дают. Чтобы они действительно поверили в то, что мир не такой, каким они его видят каждый день, грязь, разруха и нищета, а такой, каким его показываете вы. Беларусь. Страна для жизни. Продолжайте в подробностях и с причмокиванием рассказывать о том, сколько главарь государства ел мороженого в детстве. 10-12 порций мороженого, вот это знаете, квадратики, не квадратики, прямоугольнички. Вот я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. Зачем нужен международный аэропорт в Болбасово? Здесь будут самолеты прилетать, улетать. Но что бы вы ни делали, у вас никогда не будет того, что есть у меня. Свободы. Наяву, а не во сне. Друзья, все видео на этом канале будут обязательно восстановлены. Я в этом не сомневаюсь. Если надо, пойдем в суд. Только в честный, независимый и настоящий, а не такой, как в Беларуси. Я уверен, мы соберем деньги на адвоката. А пока подписывайтесь на запасной канал и Телеграм. Возможно, новые видео будут появляться там, но ресурс не важен. Впереди много новых проектов и идей. Присылайте свои видео и новости на сайт Нехто ТВ или мне в Телеграм, вместе будем создавать свое независимое и честное телевидение. Власть, которая держится на страхе и боится правды, можно призвать к адекватности и законности только таким образом. Будем вместе менять нашу страну к лучшему и, возможно, заодно получим золотую кнопку от Ютуба. Правду они не закроют, ведь это борьба с ветряными мельницами. И да, некоторые спрашивали, интересовались, зачем я все это делаю. На самом деле, вынужден вам признаться, у меня личный корыстный интерес. Сто процентов в моей жизни прошло при Лукашенко. Я хочу узнать, что будет после. Мы живем в сложный период, очень сложный период перехода от одного к другому. Правда, до сих пор не все определились, от чего к чему мы переходим. Поэтому мы особо громко не заявляем в Беларусь о том, от чего к чему мы идем. Мы просто живем спокойно и делаем мир лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова